Служба участковых, пожалуй, вполне можно назвать лицом любого отдела внутренних дел. К участковому идут по любому поводу. Шумят ли за стеной соседи, хулиганят ли во дворе подростки или в подъезде дома появился подозрительный субъект. Всех состоящих на учете в отделе, проживающих на обслуживаемой территории участковые знают лично. В отделе полиции города Саянска, в отделе участковых уполномоченных полиции, несут службу шесть сотрудников. То есть это мужской коллектив, сплоченный, который помогает населению со всеми вопросами, которые от них поступают, начиная от того, что там какие-то вопросы бабушки задают, где-то поговорить с ними, что-то проконсультировать, и выявлением и раскрытием серьезных преступлений. Одна из главных задач сотрудников полиции, уверен начальник участковых уполномоченных Алена Остапенко, это постоянное взаимодействие с жителями Саянска. Ведь повышение доверия населения к полиции и к ее работе важнейшая составляющая цивилизованного общества. В отделе участковых по стажу работы трудятся как и сотрудники, которые служат более 15 лет, а также и молодые, которые пришли совсем недавно, год, даже меньше года есть кто служит. Но они пришли целенаправленно в данную службу, так как хотели именно быть участковыми полномоченными полиции и именно работать с населением. То есть самое важное, я считаю, в системе МВД это профилактика преступлений, чем и занимается служба участковых, работа с населением на своем административном участке. Профессия участкового заслуживает глубокого уважения, работа у них особенная, за ней стоят человеческие судьбы. В Саянском городском отделе полиции работает 6 уполномоченных и люди должны быть уверены, если они обратятся в полицию, сотрудники отдела обязательно окажут им необходимую помощь. Одними из распространенных правонарушений являются это бытовые ссоры, семейные скандалы, нарушения тишины и покоя в многоквартирных домах. Также на улицах это нахождение в общественных местах лиц, состояние опьянения. Как правило, этим всем занимается участковый полномоченный. То есть на все сообщения и заявления он реагирует, выезжает на место, собирает материал и принимает правовое решение. Сегодня большинство горожан чувствуют себя более защищенными от преступных посягательств, а при угрозе их жизни, здоровью и имуществу непременно обратятся к стражам правопорядка. Многие саянцы положительно оценивают работу городского отдела полиции. Оперативное раскрытие каких-либо преступлений, там тяжких или особо тяжких, зависит, конечно, во много части от участкового полномоченного полиции. Кто как никто знает свою территорию, свой административный участок, кто проживает в данном доме, в данной именно квартире. Ну а также контингент, наш подучетный элемент, так скажем, это лица, ранее отбывавшие в местах лишения свободы, семейные дебоширы, любые иные правонарушители. Регулярно полицейские во взаимодействии с другими службами и подразделениями проводят рейдовые мероприятия, цель которых проверка семей, состоящих на учете. Задача участковых уполномоченных во время таких рейдов – контролировать то, как неблагополучные семьи проводят время, чем занимаются дети, а также проводить обследование жилищных бытовых условий. Также участковые уполномоченные полиции совместно проводят рейдовые мероприятия. Они участвуют в рейдах с иными другими службами, с ГУФСИНом, МЧС, сотрудниками администрации. То есть рейдуют и профилактируют пожарные мероприятия, а также торговые точки с целью выявления некачественной или иной продукции. Совместно с представителями общественного совета стражи правопорядка выявляют и пресекают факты незаконной продажи алкоголя. Если в магазинах и специализированных торговых точках продавцы из-за больших штрафов не всегда идут на нарушение закона, то в жалом секторе продавцы огненной воды сознательно идут на нарушение и не боятся попасть под административку. Что касается продажи алкоголя в жилом секторе. То есть из квартир этим тоже занимается участковые уполномоченные полиции. То есть звонят нам граждане, соседи там или кто-либо участковый, принимая сигнал, то есть занимается, мониторит данную ситуацию. При выявлении данных фактов, то есть составляется административный протокол и впоследствии чего выносится административный штраф. Полицейские всегда готовы прийти на помощь людям, пострадавшим от действий преступников. Но самый лучший способ борьбы с правонарушениями это наша с вами правовая грамотность и бдительность. Ведь каждым годом мошенники придумают все более изощренные схемы обмана горожан. Кстати, по данным правоохранителей, в последнее время в Саянске значительно снизилось количество правонарушений и бытовых преступлений. Полицейские принимают заявления по любому случае и обращаются к Саянцам с просьбой о том, что если они стали жертвой мошенников, свидетелей любого противоправного действия, то необходимо обратиться за помощью к стражам правопорядка, либо по месту жительства к своему участковому уполномоченному.